Сегодня тема моя. Много раз мы про нее говорим почти на каждом лидерском клубе о компании. Сегодня немножко название поменял, что такое «Атоми». Почему? Потому что такую хронологическую результату о компании практически знают все. А вот мне хотелось связать, что такое компания «Атоми» и что такое «мы» с вами здесь и вообще, что для нас «Атоми» вот в этом, с этого плана, вот цель принцип компании, философия компании, и почему «Атоми», да? И я так поняла, что со дня, даже основания, даже раньше, когда 2006 года Пак Хангель вместе со своими соратниками, нашим мистерам имсентекам, когда собирались реализовать наш химахим, который бьет рекорды вообще по всему миру, а в стране у нас, даже между нами, да, он бьет такие рекорды, и мы все время при него говорим, как бы ни повернулись, чихнули химахим, этот химахим, и Пак Хангель хотел донести этот продукт до всех, вот как вот мы сейчас все пьем, мы не имеем больших денег, но мы все равно позволяем себе купить этот химахим. Это его мечта была, чтобы вот этот продукт пробовали все. Это компания «Атоми», которую он хотел создать с 2006 года, и долго они искали, три долгих года искали, кому бы предложить, чтобы они продавали его по той схеме, которую он предлагал. Но за три года они не нашли, может быть, к счастью нашему, потому что мы являемся сейчас «Атоми», от которого все отказались, а Пак Хангель вместе со своими единомышленниками в апреле 2009 года все-таки они решили, уже все было готово открыть самим и самим продавать этот продукт. Вы знаете, компания «Атоми» начиналась с двух продуктов. Это химахим из шестиступенчатой, которого сейчас уже нет, на замену ему пришел другой набор кремов, да, всего было два продукта. Это «Атоми». Что такое «Атоми»? Мы говорим «Атоми», 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 да. По-прайному, вот мы были в Корее, они говорят «этами», потому что иероглиф «э», «а» означает «любовь». Все здесь непросто и в названии, и в дивизии. Вы же здесь «старожилы», можно сказать, да, и вы знаете, что каждое слово «этами», «любовь», «ми», «красота». Хотите «любовь» к «атому» или «красота атома», вообще «любовь», да, к чему хотите относить, потому что любовь бывает она разная, да, своим детям, да, к работе, дома, я не знаю, к родине своей, да, к своей машине, к своей, ну, это разная, да. Также здесь «Атоми» – «э» – «любовь», «Атом» и «ми» – «красота». Ну, создали они, собрались. Был Пакхангель, был мастер Им, и еще у них там брат Пакхангеля, и три месяца они еще не могли открыть эту компанию. По одной простой причине, казалось бы, простая для нас, но для меня это, знаете, какая-то, это непростая, это тоже философия, это тоже «атоми». Знаете почему? Потому что они не могли найти, кто будет под первым номером. Кто будет под первым номером. Они долго не могли найти человека, кто будет числиться в «Атоме» под первым номером. Вы можете представить вот так вот? Если посмотреть, это чисто вот с человеческой точки зрения собрались три друга, там, допустим, да, и поделить, кто из нас будет, да, давай жребий кинем, да, по-разному можно рассуждать, да, но они три месяца не могли подобрать человека под первым номером, потому что каждый считал себя недостойным. Это тоже «атоми». Вы понимаете? Это не просто открыли, это тоже философия, потому что каждый считал Патхангель с выдающимися головами. Им Сентек, мы знаем, мы его не раз встречали, мы его встречали в Корее, он нас встречал, я знаю, да, вот, немного, но могу представить, да, какой он человек, кто же отказался, брат Патхангелем, несмотря на то, что это брат, как он, да, давайте брата вперед поставим, или сестру поставим, да, первым номером, у них не было этой дележки. Они каждый толкал, кто бы стал первым номером, и через три месяца в июне уже Патхангель поставил такой вопрос, ребром, пока сегодня не решим, кто будет первым, когда он не уйдет. И под первым номером стал профессор, который пока я не знаю долго-долго, много года, и при одном условии, и опять здесь это «атоми», это опять глубокий смысл слова «атоми», под которым подразумевается все. Это не магазин, это не товар, это философия, это все то, это наша культура, это «атоми». Когда он сказал, что я буду первым номером, если будет здесь первое, не будет входного билета, плата за входной билет, второе, если не будет месячных там закупок, планы, да, и третье, если вы не будете менять маркетинг план. Вы понимаете, что такое «атоми», куда мы попали, где мы работаем с вами? Это не просто зарабатывать деньги. Батхангель говорит, если вы пришли с мыслью сюда, в «атоми», просто зарабатывать деньги, вы здесь не заработаете. Я хочу вот об этом рассказать в «атоми», что «атоми», да, компания, в 2009 году открыта, в июне месяце, да, открыта, и вот в 2010 году Америка присоединилась, там, в 2014 году еще страны Филиппины подсоединились. И компания «атоми» не только в этом, вот такая вот, в глубоком смысле, да, принцип, философия, все о добре, о заботе друг о друге, но и до сих пор, и в течение этих 12-11 лет все равно поддерживается вот эта мысль через всю, через всю историю «атоми», что забота о людях, забота о компании, которые работают вместе с «атоми», все время поддерживается. Почему вот сегодня как-то так получилось, что созвучно, вот Юрий говорит, что должен быть лидер, и должна быть команда, да, без этого здесь никак не построишь, потому что «атоми» само по себе, это не какая-то часть отдельно существующая, здесь люди, здесь 11 стран, да, мира, вы знаете, о Японии, в 2014 году, нет, в 2016 году присоединилась сюда, в 2016 году присоединилась сюда филиал открытый в Камбодже. Вы знаете, у меня была первая мысль, почему я уже говорила об этом, почему Камбодже, в стране которой, извините меня, жрать нечего, да, зачем шампунь, зачем крем, денег на этот химохим, да, им бы сегодняшний день прожить бы. А Баб Хабьин посчитал по-другому. Вот как мыслят такие глобальные люди, это тоже, знаете, для чего, вот каждая дата, каждый ход, это даже для того, чтобы, когда мы приглашаем сюда своих партнеров, своих знакомых, да, мы часто говорим, ой, никого не могу пригласить, ой, никому могу, никому не могу сказать, в каждом, в каждой дате, в каждой истории о томе есть такой ключ, который можно применить к любому вашему партнеру новенькому. А дорого? Примените здесь, какая здесь у нас стратегия, да, почему у нас недорого? Никто так не поступает в стратегии GS, GS, когда в Камбодже нашли перец, дали ему сырье, оплатили за год, да, и сказали, цену поставьте ниже, мы проверим сырье, и цену сделайте минимальную, и мы поставим на платформе о том ее торговать, и 20, 21 страна теперь уже продает этот черный перец, представляете, какая реализация? И может быть этот перец дорогим, этот перец недорогой, в Камбодже люди обеспечены работой, это вам ответ на тот вопрос, который задает вам ваш будущий или новый партнер, вы этим можете парировать, что наша компания не просто так существует, она заботится еще о странах, мало того, она заботится о предприятии, с которыми она работает, помните, да, вот эту историю, когда в Корее сгорел завод в Курскайшке, да, наш Доширак, вот так вот, как мы привыкли его называть, что это Доширак, рамен вот этот, да, Пакхамиль же не оставил его, Пакхамиль сказал, вы сделайте ремонт, вы достроите его, он помог ему, мы вас дождемся, это тоже АТОМИ, это тоже любовь к ближнему, он и партнеров не бросает, почему, через всю АТОМИ проходит вот эта любовь, забота о нижнем, забота о ближнем, забота о том, с кем работает, даже те умы, которые разрабатывают, он же находит таких людей, которые разрабатывают оригинальные какие-то планы, мысли, да, действия, и у них нет возможности, материально это решит, Пакхамиль помогает таким людям и воплощает эту идею, и применяет здесь у нас в АТОМИ, и мы этим с вами будем немножко подойдя пользоваться, и тоже парировать людям, рассказывать, да, людям про цену, мы скажем, про JSGS, людям про неверящие, как у нас здесь проплачивается, мы можем по-другому сказать, людям, которые недовольны, что у нас товаров мало, мы можем сказать, что у нас есть и будет, да, а замолк там, еще присоединится, да, сколько много стран к нам присоединится, поэтому для меня компания, это не просто даты, у меня компания, это вот забота вместе с нашим девизом, вместе с нашим, это, потому что подбирая партнеров для работы с нами, да, как я говорю, подбирая всех партнеров, производителей, Пакхамиль не смотрит на то, чтобы цена была дешевая, или там заработать для АТОМИ что-то такое, да, побольше, он все время смотрит, наберет, вот мы когда были в Корее, семинаре, он сказал, вот нашелся какой-то там завод, ну ведь надо же посмотреть, чтобы экология была сохранена, потому что через некоторый год в поколении наших детей не останется что-то, понимаете, он о всем думает, вот это он закладывает на АТОМИ, поэтому то, что сегодня Юрий говорит, что, да, команда, и если мы сегодня начнем менять свои мысли о том, что, да, не только заработать сегодня, а подумать о том, что завтра будет, то, что рядом с тобой, хорошо ли ему, плохо ли, вам хорошо от того, что вы ему хим-ахим продали, а он потом уже страдает, понимает, потому что он купил и не знает, там, у него проблемы там в другом плане, или купил крем, вам-то хорошо бы пиви получили, а он, если мы будем заботиться друг о друге, мы с вами заработаем больше, не только в деньгах, в пиве, а просто в моральном, да, потому что завтра он придет и скажет, слушай, вот ты мне посоветовал правильно, и я вот, мне это нравится, и моей дочке нравится, вот такая история у меня была здесь недавно, правильно подобранные крема, правильно продали, осчастливили маму, осчастливили дочку, потому что дочка довольна, и они позвонили мне, мы три человека, мы счастливые, потому что я, потому что так случилось, дочка, потому что избавилась, мама, потому что, понимаете, все проговорит, вот это наше о томе. Я хочу вам всем пожелать добра, чтобы у нас у всех было хорошая команда, чтобы вы сработали с командой, с лидерами, с вашими спонсорами, с вашими партнерами, и чтобы не только мысли о том, что заработающие пришли сюда, чтобы у нас была культура, философия, соответствовала нашему о томе. Я нам всем желаю этого. Спасибо.